Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью и учу людей, каким образом, изменив свои мысли, изменив свою энергию, изменив свою реальность. Классная тема, хочу я вам сказать. Каждый раз, когда говорю, думаю об этом, начинаю сама себе немножко завидовать, потому что невероятно интересно наблюдать за теми трансформациями, которые происходят с вами, когда вы начинаете это применять. И сегодня я хотела бы, наверное, даже начать такой блок темы, потому что в одном видео мы точно с вами не разберемся, а вы сегодня, я вас попрошу в конце видео обязательно написать комментарий, проголосовать, хотите ли вы развивать эту тему дальше, хотите ли вы, чтобы было продолжение. В общем, я хочу поговорить сегодня как раз, как ни странно, о волне неудач, и даже не столько волне, а вот в этом состоянии неудачи, когда ты начинаешь что-то делать, ты чем-то загораешься, веришь, ты, например, говоришь, ну хорошо, Оля, да, окей, я приду к вам на рерайтер жизни, я буду делать ментальные практики, я буду работать. И вот вы приходите, начинаете что-то делать, выполняете какие-то ментальные практики, работаете и потом говорите, а у меня ничего не получилось, у меня как бы нет никаких результатов особо классных, вообще все это не работает, я так и знал. И в принципе, вот эта история про недоработку, она у нас присутствует во всем. Когда мы устраиваемся на работу и мечтаем о том, чтобы вырасти в карьере, а карьерный рост не происходит, когда мы решаем открыть какое-то свое собственное дело и на каком-то этапе, чаще всего на начальном обламываемся и говорим о том, что это не для меня, я недостаточно для этого подхожу, мне не везет, нужно что-то другое иметь. Ну, в общем-то, мы попросту обламываемся. И сегодня я хотела бы как раз рассмотреть вот эту первую часть, такую часть нашего облома, только вначале бы мне забраковаться не мешалось, ладно, найдем с вами место, часть нашего облома, да, то есть момент, на котором мы обламываемся, потому что он на самом деле крайне важен, потому что именно вот в этой начальной части у большинства из нас происходит такой облом, после которого мы даже больше не пытаемся пытаться. У нас появляется такое очень четкое, закоренелое и даже в некотором смысле удобное для нас убеждение, что ничего невозможно изменить, и мы в этой позиции застреем многие из нас на много лет, ну, где-то приблизительно до тех пор, пока не происходит некое событие ключевое, которое я называю, которое либо случается с нами, случается по принципу того, что, ну, что-то форс-мажор какой-то, да, и чаще всего это неприятный, либо мы сами вдруг созреваем как ягодка и понимаем, что, блин, больше я не хочу быть безответственным человеком, больше я не хочу полагаться на дело случая, больше я не хочу говорить о том, что от меня ничего не зависит, в конце концов я хочу, чтобы от меня что-то зависело. У нас, видите, с вами все в реалити, реалити-шоу, реальная парковка, реальная Оля, и заезжаем. Сейчас будем реально останавливаться и реально продолжать. Итак, давайте с вами возьмем такую классную метафору. Мне кажется, я вообще человек-метафор, потому что гораздо понятнее, понятнее что-то понять, проще что-то понять, тогда, когда то, о чем мы говорим, тебе близко, и когда ты с этим непосредственно сталкивался. Давайте представим с вами автобус. Мы все с вами ездили на автобусе или, ну, на каком-нибудь маршрутном средстве. Помните, вы садитесь в маршрутное средство. Я, например, жила на Конечной, вот, почти на Конечной, на одной остановке до Конечной. Те, кто так живут, знают, что, в принципе, очень сложно сесть в автобус, если ты не на Конечной, вот, если у него какой-то долгий маршрут. Поэтому я доходила до Конечной одну остановочку, замечательно, вот, и... Так, сейчас девочка тут не сядет. Доходила одну остановочку, значит, на маршруте, садилась и ехала всю дорогу. Я знала, что мне нужно ехать до другой Конечной, до станции метро. Ну, а теперь представьте себе такую ситуацию, что вы на Конечной сели, и знаете, что вам нужно доехать до станции метро какой-то. Вот вы проезжаете три остановки и выходите. И видите, там нету этой станции метро. И вы очень сильно разочарованы. Вы прямо говорите, ну, как же так? Я же сел на троллейбус, я же думал, что я доеду до нужной станции, и я не доехал. И у вас жуткое разочарование. Ну, почему вы не доехали? Вы не доехали, потому что вы вышли на какой-то другой станции. Вы почему-то решили, что вам нужно выйти на этой станции. Вам показалось, что вы уже долго едете. Вам показалось, что уже, в принципе, за это время можно было бы доехать до этой станции. Что вот сложилась ваша субъективная оценка, что ситуация должна была сложиться вот так, и вы уже должны были быть. Но это ваша субъективная оценка и какое-то ваше представление. Возьмем второй пример. Вы носите ребенка, или ваша женщина носит под сердцем ребенка. Мы все знаем, что ребенок носится 9 месяцев, ему нужно минимум 38 недель. Это период, за который человеческий маленький организм превращается в человека и уже без дальнейших проблем со здоровьем может рождаться, самостоятельно дышать и так далее. И вот вы ходите такая беременная 10 недель, и у вас по ощущениям внутренним, вот вам уже кажется, что уже все, что уже за 10 недель можно было давным-давно там созреть, вот уже все, и вы срочно хотите родить этого ребенка. Вот у вас прям срочно, и вы говорите, да все, мне надоело, да уже и так нормально, я уже такая беременная, я уже все купила, я уже 25 раз дала анализ, я уже даже на УЗИ была 55 раз. Хватит там сидеть, вылазь. Все прекрасно понимают, что такая ситуация абсурдна сама по себе, и если такие вещи случаются, это называется преждевременные роды, и в зависимости от того, на какой неделе это случается, это либо роды, либо выкидыш, и ничего хорошего в этом нет, потому что на все есть свой срок. Так вот, когда мы с вами начинаем работать, давайте поговорим о том, чем занимаюсь я, например, над ментальными практиками, я вам говорю о том, что вы должны перепрограммировать свой мозг, и даю вам упражнения, даю вам понимание того, каким образом ваши мысли откликаются с реальностью. Вы смотрите, говорите, да, окей, проходит неделя, две, три, и вы приходите и говорите, ой, ну я разочарована, потому что вот я по-прежнему живу в том же доме, у меня по-прежнему нету машины классной, у меня по-прежнему старая работа, и вот это все не работает, это все капец, я уже расстроена, я растеряна. И вот вы знаете, это всегда очень смешно наблюдать, и, конечно, смешно наблюдать не только за другими, но и за собой, потому что я тоже была часто в чем-то расстроена и растеряна. А мы с вами должны понимать, что вообще это чувство расстроенности и растерянности не в состоянии момента, что такое состояние момента, это когда сейчас я себя чувствую, вот как-то, знаете, вот ничего мне не хочется. Это нормальное состояние живого человека, вы можете быть растеряны, расстроены, рассержены, но в чем отличие осознанного человека в этих состояниях от состояния неосознанного человека? Когда это осознанный человек, он говорит, да, я даю себе право это прожить, но долго это проживать, а, мне невыгодно, потому что я знаю, какие последствия будут в моей жизни, как повлияет мое негативное состояние, б, я не хочу быть в этом долго, потому что, да, я позволил себе погрустить, может быть, даже позлиться, ну все, это как попить ночью, открыть холодильник, выпить попси-колу залпом литр и успокоиться, ну все. И это не означает, что все, теперь такая будет вся жизнь. Нет, ты просто сделал какое-то действие или съел торт, но это не означает, что ты будешь делать это всегда. Неосознанный человек делает это постоянно, и он залипает в этих состояниях, знаете почему? Потому что, когда вы находитесь, то есть как отличить вообще осознанного и неосознанного человека? Осознанный человек – это человек, которому нравится брать ответственность за все, что с ним происходит. Он понимает, что он является причиной всего, что с ним происходит, и он не… когда у него что-то происходит, он бывает, что злится на себя, но он понимает, что никто, кроме него, это не может исправить. И не оценивает это как плохо, да, боже, никто за меня не может сделать. Нет, он понимает, это же моя жизнь, это же нормально, это моя жизнь, я могу это исправить. Зато я могу это исправить. А могу не исправлять, от меня зависит. Человек неосознанный – это всегда пассивная позиция. Пассивная позиция – это не только сделайте со мной что-нибудь, но и вы все козлы, вы не то со мной делаете. И это постоянное обвинение кого-то. Так вот, вернёмся, да, к моменту. Я хочу, чтобы вы осознали, что когда у нас что-то не получается, от того, в какой позиции мы находимся, зависит и результат. Я не знаю ни одного человека в мире, у которого бы всё получалось с первой попытки. Вы должны осознать очень простую вещь, что неудача, неудачная попытка, нежелаемый результат – это часть удачи. Это как бутерброд. Мы не можем назвать кусок хлеба бутербродом. Мы называем бутербродом там кусок хлеба, там масло, колбаса, сыр, рыба. Что-то с чем-то. Бутерброд, да, то есть бред и масло. Ну, давайте на английском языке облесну. Что-то с чем-то. Так вот, удача и неудача – это часть одного целого. Вы должны это понимать. И для того, чтобы понять, что такое удача, мы должны понимать, что неудачи тоже к этому ведут. Они дают нам колоссальный опыт, они проверяют нашу закалку, потому что успешный человек – это сильный человек, это человек, способный не только жить в хорошем, но это человек, способный преодолевать. Потому что, по сути, наша жизнь и является преодолением чего-либо. Не потому что это сложно, но такая жизнь, и мы пришли страдать. Нет, потому что мы пришли получать свой рост, развиваться. Если бы у людей не было желания и развития развиваться, я уже говорила, мы бы ездили сами на конных повозках, может быть, у нас бы до сих пор не было газа, света, пылесоса и прочих вещей. Именно желание развиваться, именно желание исследовать, именно желание улучшать, именно это и ведёт людей к развитию. Именно это. И если вы посмотрите опыт любого человека, которого вы сегодня знаете, вы узнаете, что у него было миллион неудачных попыток, но он не считает их своими неудачами. Когда вы начинаете программировать свою реальность, приходите ко мне и начинаете работать по техникам, спустя месяц-два часть людей сливаются и говорят, ой, ну есть реальная жизнь, есть реальные проблемы, вы снова возвращаетесь в тот котёл, в котором легче и больше. Потому что условно есть два котла. Возле одного котла стоит 90% населения Земли. Просто представьте себе, хотя бы представьте, что это 90 человек, а возле второго котла стоит 10 человек. И там, где 90, там очень активно, там, знаете, такие люди, они гораздо более в таком экшене каком-то находятся, они варят какие-то важности непонятные, ни из чего. 10 сосредоточены на своих целях. И вот очень часто, когда вы находитесь в кругу 90 и потом подходите, чтобы стать одиннадцатым, вам непонятно пока, что делают эти 10. Вы пока не можете, а те кричат, куда ты пошёл, такой ор стоит, куда ты пошёл. И порой нам легче вернуться туда, потому что мы стоим, варим и думаем, боже, ну я уже варю целый день, уже целый месяц занимаюсь, ничего не изменилось, а те кричат тебе, мы же были правы тебе, надо было слушать нас. И таким образом мы сливаемся. Я хочу, чтобы вы поняли, что вы являетесь самым главным человеком в своей жизни, и вы являетесь ответственным за свою реальность. И если сегодня единственное, что вас останавливает, это то, что всё так быстро не материализуется, как бы вам хотелось, то вы должны осознать главное, вы ещё не стали тем магом и волшебником, у которого это происходит. Вам необходимо вырасти. Помните, как там, не знаю, в 7, в 10 лет вы, возможно, сокрушались, что вы не можете, вот я такая была, что я не могу идти и зарабатывать деньги. Потому что когда родители постоянно говорят о том, что вот когда вырастешь, купишь себе что захочешь, вырастешь и будешь носить любую одежду, вырастешь и купишь себе машину, вырастешь и будешь есть много конфет, вырастешь, всё время идёт вырастешь. Я отчаянно хотела вырасти и начать зарабатывать деньги. Я отчаянно хотела разобраться в том, как это сделать, потому что мне очень хотелось самой управлять своей жизнью. Вот такое было желание у меня. И если у вас есть желание научиться… А, ну к чему я это говорю? Говорю это к тому, что я не могла этого сделать в 10 лет. Ну, по крайней мере, сейчас уже дети умудряются на блогерстве зарабатывать. Я не могла тогда этого делать. Ну, не было ещё таких возможностей, или я о них не знала. Но когда мне стало 20 лет, я уже активно начала работать, искать возможности заработка, вот потому что мне очень хотелось управлять своей жизнью, покупать себе то, что я хочу, и строить свою жизнь так, как мне нравится без контроля своих родителей. Собственно, то же самое происходит и у нас. Вы непременно научитесь создавать свою реальность и притягивать свою жизнь нужных людей, нужные ситуации, но вам для этого нужно какое-то время, какой-то срок, вам нужно подрасти, подрасти, а как раз момент, когда вы делаете практики, когда у вас что-то не получается, это и есть момент роста. Ведь мы же не просто с вами дети маленькие сидим запертые в комнате и ждём, когда мы вырастим. Нет, мы растём не только физически и по годам, но мы растём и развиваемся как люди, сталкиваясь с различными ситуациями. Мы учимся, что такое дружба, мы учимся, что такое хороший учитель, что такое плохой, что такое налаживание коммуникации, что такое выход из различных ситуаций. Мы учимся через жизнь. И то же самое происходит здесь. Дабы не делать эту тему очень длинной и долгой, я вас очень попрошу. Мне бы хотелось рассказать вам несколько историй своих и не очень своих, как раз о таких вот, ну я не могу сказать, что это факаповые ситуации, но ситуации, где я переживала, где я или другие люди переживали некие сложности и доходили до результата. Если вас такие истории мотивируют, и вы хотите узнать о тех сложностях, с которыми сталкиваюсь я, и как я через них прохожу, и как я благодаря ним вырастаю, или ещё те люди, о которых я хочу рассказать, оставляйте, пожалуйста, комментарии. Мне очень к видео нужна ваша обратная связь. Для меня это как для артиста, который выходит на сцену, играет классный спектакль, и людям нравится, но они забывают ему похлопать. И ты не понимаешь, вам понравилось или нет. Не помидоры летят, ничего. Я очень прошу вас давать мне обратную связь на видео, потому что это поможет мне делать контент гораздо более классным. Поэтому жду вашу обратную связь и желаю всем классного дня. Напоминаю о том, что 1 числа стартует новый поток моего марафона «Рерайтер жизни», а 28 ноября, если я не ошибаюсь, в воскресенье, давайте так вот, в воскресенье будет специальный бесплатный мастер-класс, который называется «Про рерайтер». Там будет много классной информации, там будут подарки, там будет продажа, безусловно, самого продукта по самым выгодным условиям и с самыми крутыми бонусами. Я сейчас говорю про «Рерайтер жизни», поэтому вы можете вписаться, у меня есть формочка, в сторизах всегда она есть, вы можете вписаться и прийти также посмотреть. Но если вы готовы начать новую жизнь, конечно же «Рерайтер жизни» – это то, что вам нужно. Всем желаю хорошего дня и жду ваших комментариев.